Приветствую вас! Я думаю, что, как и сказали в общем мои коллеги, да, что вам надо бы обратиться в раздел эзотерики, если вы хотите погадать, вот, а с точки зрения психологии, я могу сказать следующее, что в этих отношениях участвуют оба человека, и вы в отношениях участвуете лично на 50%, то есть 50% удовольствия происходят в отношениях зависит от вас, только 50%. Остальные 50% зависит от вашего молодого человека. То есть я не отрицаю того, что у вас, ну, возможно, да, вот, возможно, есть вот в чём-то ваша вина, там, безусловно, да, там где-то, как-то в чём-то там ваша вина, конечно, может быть и есть, вот. Но, помимо вас, как бы, да, есть ещё в отношениях к человеку, ваш парень, вот, и он, с точки зрения, как бы, ответственен за, вот, собственно, свою реакцию, которая у него есть. То есть, вот, и если он решил выбраво разбросить, то это произошло, ну, как бы так сказать, чтобы вы поняли. Он это сделал не из-за, не из-за вас, то есть, ну, из-за вашей вины, вашей вины тут не особо. Вашей вины здесь ровно 50% процентов, вот, и всё. Так что, полностью брать ответственность на себя, ну, наверное, не стоит. И даже, не наверное, а совершенно точно, что не стоит. Вот. Это, значит, такой момент. Такой момент. А дальше, значит, если вы говорите, что вина, ну, есть ваша вина, вот, то, на мой взгляд, конечно, очень важно её рассмотреть и разобрать, что это за вина. То, что вы сделали. Действительно ли вы сделали что-то такое, что могло привести к тому, что парень ваш от вас ушёл. То есть, я вот даже, ну, могу, например, предположить, да, что, допустим, что он, что вы изменили ему, да. Ну, к примеру, к примеру, вот, это, на мой взгляд, даже это можно скорректировать. Если, ну, если над вами есть какие-то чувства, если над вами есть понимание, если вы хотите быть друг с другом, например, например, да. Вот. То есть, нужно всё-таки рассмотреть, вот, и разобрать, значит, что конкретно вы сделали. Потому что, вполне вероятно, что вы, ну, не совсем правильно понимаете историю, да, не совсем правильно понимаете ситуацию, не совсем верно оцениваете её. Вот, и мне кажется, что вас, ну, ну, вас нужно сориентировать. Вот. В этом, ну, вот, в этом направлении. Дальше, так, хотел помириться, он не хочет. А как вы воспринимаете примирение? То есть, что для вас, вот, есть примирение, скажем так. Потому что, это тоже очень важная вещь, что для вас есть примирение. Это такое... конкретно. Ага, ибо момент здесь, эм, такой, да, что если вы... Просто, например, идёте, допустим, мириться с человеком, то это, ну, это ещё ничего не значит. А если вы, там, например, действительно что-то предлагаете, поможет человеку, да, то есть, вы говорите, вот, там, так-так, вот, я, там, что-то поняла, да, мы, там, будем, ну, что мы что-то изменим, вот, мы что-то поменяем, то есть, совсем другая история. Очень важно, очень важно, как вы ведёте себя, да, то есть, вот, если вы ведёте себя так, что, ну, виноваты только вы, например, ну, я боюсь, что, опять же, хорошего, ничего из этого не будет, не будет, там, да, человек, он так вас и будет воспринимать, что вы виноваты. Возможно, именно поэтому он и, собственно говоря, не захотел мириться, потому что вы пришли из половины с сада, вот. А вам нужно было сказать, что, ну, например, что в этой ситуации не правы, не правы, там, к примеру, мы оба, вот. То есть, если в этой ситуации не правы, мы оба, да, то тоже, ну, совсем другая история, тоже совсем, ну, совсем другая направленность, тоже совсем иной, в общем-то, контекст, вот. И тут, тут вот, так, опять же, здесь нужно рассматривать, здесь нужно именно рассматривать то, как вы сами решили мириться, как вы это выразили, своё стремление помириться, и как человек это воспринял, ну, скажу конкретно, вот, в целом, да. Вот, самое, что тут ведь, ну, тут тоже могут быть свои какие-то нюансы, тонкости, тонкости и так далее. Дальше, хотел спросить, мы помиримся, будем ли мы вместе? Ну, опять же, ээээ, я не знаю сутью вашего конфликта, конфликта. Понимаете, если конфликт серьёзный, да, если конфликт серьёзный, то, может быть, нужно время для... того, чтобы человек от этого конфликта отошёл, к примеру, если конфликт серьёзный. А если конфликт не серьёзный, но вы видите, что человек не хочет идти на примирение, значит, это им особо не надо. Значит, можно задать вопрос о том, а насколько он вообще заинтересован в том, чтобы быть с вами в отношениях. Вот, и, значит, ну, если у него вообще к вам чувства какие-то, да. Это тоже такой очень важный, на мой взгляд, момент. Вот. Вариантов, в принципе, много, именно вариантов. Но, что именно, да, вот, что именно, это уже вопрос. Понимаете? Поэтому, поэтому, на мой взгляд, ну, вот, на мой взгляд, нужно исследовать. Кроме того, очень важно, что вы делаете для того, чтобы помириться. Именно вы, конкретно, потому что, это зависит не только от него, но и от вас. А вот, значит, примерно так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Значит, надеюсь, вы поняли, что нужно провести некий анализ ваших отношений. Получить психологический портрет, ну, вас и, возможно, вашего партнера. После чего уже будет более, более полное понимание того, в чем конкретно включается конфликт. Вот. Вот. В принципе. Так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались запросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация самым лучшим образом разрешится для вас. Удачи! 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 Удачи!